Легендарная арена Медисин-Сквергарна. Битком набитый зал ожидает главного события сегодняшнего вечера. Бой Мухаммед Абдулаев, олимпийский чемпион. Мигель Котто, боксер, которому поручат великое будущее. В свое время на Олимпийских играх Мигель Котто проиграл Абдулаев. И сегодня, своего рода реванш. Визер, along with HBO Sports and Madison Square Garden. Санctioned by the New York State Athletic Commission, Chairman Ron Scott Stevens. And the World Boxing Organization, President Francisco Paco Barcarcel. The three judges at ringside scoring this bout will be... Winnell Lettom, Julie Lederman and Steve Weisfeld. Судей звуку, Johnny Callas, referee в ринге. Третий человек в ринге. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, courtesy of HBO. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Котто швыряет свою майку в толпу. Я уже говорил о том, что здесь, в Нью-Йорке, огромная портариканская комьюнити. Полным-полно портариканцев. И поддержка будет просто сумасшедшей в Мигеле Котто. 15 побед, 12 нокаутов. Всего лишь одно поражение. Мухаммед Абдуллаев. Претендент на титул по версии Всемирной боксерской организации. Мухаммед Абдуллаев. 139,75 фунта вес. 23 победы, 18 нокаутом на профессиональном ринге. И ноль поражений. Это Мигель Котто, чемпион. Абдуллаев. Куэрто Рико. Пикетол. Вот мы видим там в толпе и узбекский флак. Есть пусть маленькая поддержка в Нью-Йорке и у Абдулаева. Ну, сейчас, как обычно, последнее наставление рефери. Выполняйте мои команды все время, и первая моя команда, пожмите руки. Джонни Келлес, рефери. Хотто в белых трусах. Очень жесткий удар у этого бойца. Просто невероятный. Сильный, жесткий, взрывной. Именно этого следует опасаться. Абдулаев ни в чем не уступает. Мигелю Котто. Разве что в силе удара. Перекрытый, собранный Абдулаев поджимает с первых секунд боя. Трудно его пробить. Обычно Котто действует вот так, в таком стиле, с натиском, давлением. У Котто прекрасная реакция. Он очень четко, даже странно для молодого бойца, может просчитывать движение противника, предвосхищать их. Надо напомнить вам, друзья, что Абдулаеву все-таки 31 год. У Котто 24. Разница в возрасте существенная. Проблема Абдулаева в том, что Котто, конечно, это уже далеко не тот Мигель Котто, который он победил в Сиднее на Олимпийских играх. У Котто на ринге были противники такого уровня, с которыми Абдулаев не встречался. А это колоссальная школа. И при этом надо признать, что в техническом плане, конечно, они выглядят просто великолепно. Он на уровне просто суперзвезд, на мой взгляд. Потому что в последнее время редко увидишь высокотехничный бой. Давайте вспомним бой Кости Дзю против Рики Хат. Это была суета, толкотня, сумбур. Вы посмотрите, как великолепно выглядят бойцы в первом рамке этого боя. Престонник в углу в Абдулаево. Ну вот, русский язык на арене Медисон Сквергарден. Язык международного общения. Второй раунд начинается с острого размена. Котто смещается, но постоянно рядом, тем не менее. Он просто меняет, как боксеры говорят, углы. Булаеву очень важно не пропустить. И он очень плотно закрыт. Но вот из этой закрытой стойки он здорово действует. Коротко, жестко, на взрыве. Именно он идет в среднюю дистанцию. А это любимая дистанция Мигеля Котта, кстати говоря. По звуку слышно, насколько тяжело ударил Котта. Очень жестко и очень коротко действует Абдулаев. И Котта делает это еще жестче. В таком бою, в таком плотном, насыщенном боевыми действиями бою, любая, даже самая маленькая ошибка может дорого обойтись. Каждый контролирует противника, каждый действует в соответствии с положением. Здесь не может быть никакого автоматизма в действиях. Оба действуют просто блестяще. Ровно и ровно. Семь раз побеждал Мигеля Котта. Мигеля Котта нокаутом между третьим и шестым раундом. Ну, такие бойцы, как Котта, конечно, могут ударить на последней секунде 12-го раунда. Дальше. 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 Хорошо, Муа? Слышишь? Меня пальчик, Муа союня. Для молодого боксера Котта просто удивительно расчетлив и хладнокров. он меняет темп он действует от положения он может быть и таким реваншистом проиграв эпизод он обязательно вернет его конечно стихия его стихия это силовой бой мы сейчас наблюдаем с вами великолепная атака очень опасно будь перед ним кто-нибудь другой я думаю бога закончился кто-то даже тут вблизи пытается выманить на себя соперника не бьет мощно по защите легкий отвлекающий удар и потом взрыв он переносит огонь то вниз то вверх третий раунд заканчивается редко увидишь сейчас такой насыщенный бой пока что абдулаев лидер он забрал а может быть кота ему отдал инициативу да как то очень важно что противник раскрылся не мира абсолютный чемпион конечно это выступление для мигеля кота очень важно во первых дебют медицин сквергар это не шуточка это способ доказать возможность доказать что он принадлежит целой плеяде легендарных куэрториканских бойцов феликс тринедат многих недаром куэрторика называют островом чемпионов не уйдет и гантова это оба но а а а а а нужно больше делать время а мне кажется его нельзя упрекнуть в пассивность а а а а а а а а а шанс победить абдулаева есть и многие уверены что он заключается только в победе нокаут а но вот как раскрыть а а а вот и а а и 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 его работа. Котто, конечно, еще не раскрылся, еще не показал все, на что способен. У него колоссальный потенциал. Все так же методично, расчетливо, спокойно, без нервов действует Абдуллаев. Он сознательно идет на обострение, потому что рассчитывает на то, что... На что рассчитывает и Котто, что противник подставится. Котто, что противник подставится. Растянув дистанцию Котто, он приучил Абдулаева к тому, что он находится в пределах досягаемости, а тут вдруг пошел назад, расслабился как будто. Вот это внезапная атака, а сигнал Абдулаеву. И Котто хитрить умеет. Великолепный раунд, блестящий. Великолепный раунд, блестящий. Субтитры делал DimaTorzok Очень выразительный повтор. Доказательство того, что Котта свои собственные промахи не смущает. Казалось бы, картина та же. Но это только кажется. Очень важно обратить внимание на то, кто разнообразнее действует. Котта сейчас растянул дистанцию. Снова. Он понимает, что противник вблизи, даже когда он стоит у канатов, все равно не раскроется. Очень дисциплинирно действует Абдулая. Котта собрана, закрыта. Поэтому Котта сейчас пытается его растянуть, заставить делать длинный шаг вперед. Может быть, на этом движении удастся его пойму. И тут ему не удается. Очень собран. Абдулаев просто великолепно держится. Но вот вскрыть оборону Котта пока не удается. Пятый раунд. Статус-кво на ринге. Вообще-то странно выглядят оба бойца. Фото кажется более атлетичным. Даже более высоким. На самом деле, они одного роста. Но вот сейчас Котта избрал, видите, какую тактику. Растянул дистанцию. Остановился. Заставил противника только, что называется, стартовать. И вот в этот момент он опережает Абдулая. Чистых попаданий пока что нет. Вообще, даже страшно представить, что было бы, если бы кто-то из них чисто попал. Абдулая. в голову шестой раунд начинается так же как и все предыдущие Авдулаев в атаке все удары идут в защиту в опережение действует Котто видите только что называется зарядился на атаку Авдулаев Котто тут как тут со своей комбинацией он уходит из опасной зоны успевает расслабиться вот там на дистанции очень свободно действует вот к этому раунду я думаю Авдулаев уже понял что Котто это совсем не тот Котто которого он побил в Сиднее с другой стороны а что же удивляться это было 5 лет назад Котто было тогда 18 лет а сейчас это зрелый боец пусти молодой Котто делает все свободно очень раскованно он еще не включил свои максимальные скорости а вот Авдулаев по-моему избавляет обороты вот сейчас все ясно перелом наступил он может быть не так выражен не так заметен но явно наступил где там шишка поэтому ты так и оставайся чтобы она очень большая не стала момент попал Котто очень свободно как Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все средства хороши Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Промах, промах и промах Дулаев Наверное попал в ловушку Вот своего собственного ритма Это повторяемость Комбинации, серии, позиции Котто это использует очень здорово Последняя минута седьмого раунда Похоже, что Котто становится полным хозяином в ринге И заметили? Все, что он делает, он делает практически в отступлении Так вот, в длительную атаку он еще не перешел Последние секунды Булаев Никак не может подобраться Да, однообразие это такой же враг боксера, как, собственно, и противник Немиров Абсолютный чемпион Продолжение следует... Обстрелы издали И это не попытка отогнать противника, нет Попытка спровоцировать его на атаку Потому что Абдулаев атакует только, когда выходит на среднюю дистанцию Вот там он Видите? Собран Действует жестко, решительно А вот издали потянуть его на себя есть шанс встретить, перехватить Абдулаев Вообще, мы с вами видели несколько боев Мигеля Котта Надо признать, что такого противника, как Абдулаев, у него еще не было В этом раунде начинает очень широко использовать площадь ринга И пока что все в контратаке Все, что он делает, делает в контратаке Пережидает атаку противника или ловит его в опережиме Он совершенно расслабился, абсолютно свободен Ему выгодно потаскать, в кавычках, за собой противника Для агрессивного, силового бойца, каковым и Абдулаев является Возможность опереться на противника в своей атаке Даже по защите, если он наносит удары Это важнее и важно Самое неприятное, это промахиваться Нехорошо Нужно выполнять команду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дюниту, пытайся снять время, чтобы ты его пугай. Это то, что ты ждёшь. Ну, может быть, Абдулаев просто в этом эпизоде не понял команду рефери. Тот сказал степ бэк, шаг назад. Нужно было сказать стоп. Девятый раунд. Кота, конечно, не из тех бойцов, которые вот так не на полную силу бой закончат. Его атаку ещё предстоит нам подождать. Мы это увидим без всякого сомнения. Да, всё уже ясно. Доктор, доктор. Вот кто нужен сейчас. Ты можешь видеть этим глазом? Нет, не могу, говорит Абдулаев. Вот так закончился этот бой. Победа техническим нокаутом. Месть за поражение на Олимпийских играх. Реванш. Но я должен выразить своё восхищение Абдулаеву. Какой замечательный боксёр. И какой превосходный боец Мигель Котто. Родители Мигеля стараются быть такими же невозмутимыми, как и их сын. Да, надо признать, это был бой украшенный просто великолепной техникой. Тактическим расчётом. Атлетизмом. Волей. Ну, в общем, практически всеми компонентами замечательного профессионального боя. В этом можно только мечтать. Уже давно такого зрелища мы с вами не наблюдали. Всё было. Был и блеск, и драма, и падение. Но двух таких великолепно технически оснащённых бойцов мы давно не видели. Одновременно в ринге. Технический нокаут. Победа Мигель Котто. Чемпион мира по версии WBO. Впереди его ждут ещё более серьёзные схватки. Мигель Котто. Ну, я надеюсь, что вы, друзья, получили большое удовольствие от этой схватки. Я на этом прощаюсь с вами. Желаю вам... Легендарная арена Медисин Сквергарна. Битком набитый зал ожидает главного события сегодняшнего вечера. Бой Мухаммед Абдулаев, олимпийский чемпион. Мигель Котто, боксёр, которому поручат великое будущее. В своё время на Олимпийских играх Мигель Котто проиграл Абдулаев. И сегодня своего рода реванш. Медисин Сквергарден, Нью-Йорк, У.С.А. Поп-рэнк, Исправед, это праздно, чтобы представить 12 раундов боксин для ВБО Чемпион мира Великобритания Чемпион мира. Медисин Сквергарден. Судьи сбоку. Джонни Кэллос, рефери в ринге. Третий человек в ринге. Котто швыряет свою майку в толпу. Я уже говорил о том, что здесь, в Нью-Йорке, огромная портариканская комьюнити. Полным-полно портариканцев. И поддержка будет просто сумасшедшей в Мигеле Котто. 15 побед, 12 нокаутов, всего лишь одно поражение. Мухаммед Абдуллаев. Претендент на титул по версии Всемирной боксерской организации. Мухаммед Абдуллаев. 139,75 фунта. Вес 23 победы. 18 нокаутом на профессиональном ринге. Ноль поражений. Это Мигель Котто, чемпион. Убилен Абдуллаев. Вот мы видим там в толпе и узбекский флак. Есть пусть маленькая поддержка в Нью-Йорке и у Абдуллаева. Ну, сейчас, как обычно, последнее наставление рефери. Мухаммед Абдуллаев, Мухаммед, Мухаммед, Выполняйте мои команды все время, и первая моя команда, пожмите руки. Джонни Келлес, рефери. Хотто в белых трусах. Очень жесткий удар у этого бойца. Просто невероятный, сильный, жесткий, взрывной. Именно этого следует опасаться. Аббулаев ни в чем не уступает Мигелю Котто, разве что в силе удара. Перекрытый, собранный, Аббулаев поджимает с первых секунд боя. Трудно его пробить. А обычно Котто действует вот так, в таком стиле, с натиском, давлением. У Котто прекрасная реакция. Он очень четко, даже странно для молодого бойца, может просчитывать движение противника, предвосхищать их. Надо напомнить вам, друзья, что Аббулаеву все-таки 31 год. А Котто 24. Разница в возрасте существенная. Растянув дистанцию Котто, он приучил Аббулаева к тому, что он находится в пределах достигаемости, а тут вдруг пошел назад, расслабился как будто. Вот это внезапная атака, сигнал Аббулаеву. И Котто хитрить умеет. Великолепный раунд, блестящий. Великолепный раунд. Стирить умеет. Доверясь к'ятому, Стирить умеет. Великолепный раунд. Великолепный раунд. Очень выразительный повтор. Доказательство того, что Котта свои собственные промахи не смущает. Казалось бы, картина та же. Но это только кажется. Очень важно обратить внимание на то, кто разнообразнее действует. Котта сейчас растернул дистанцию снова. Он понимает, что противник вблизи, даже когда он стоит у канатов, все равно не раскроется. Очень дисциплинированно действует Ардулаев. Собрано, закрыто. Поэтому Котта сейчас пытается его растянуть, заставить делать длинный шаг вперед. Может быть, на этом движении удастся его поймать. И тут ему не удается. Котта очень собран. Ардулаев просто великолепно держится. Но вот вскрыть обороны Котта пока не удается. Пятый раунд. Статус-кво на ринге. Вообще-то, странно выглядят оба бойца. Фото кажется более атлетичным. Даже более высоким. На самом деле, они одного роста. Но вот сейчас Котта избрал, видите, какую тактику. Растянул дистанцию. Остановился. Заставил противника только, что называется, стартовать. И вот в этот момент он опережает Ардулаеву. Чистых попаданий пока что нет. Вообще, даже страшно представить, что было бы, если бы кто-то из них чисто попал. И вот в этот момент, что мы видим, что Котта достал, пусть легко, но достал на повторе. Хорошая комбинация. Хорошая комбинация, очень четкая, очень техничная. Повторный удар левое в туловище, в голову. Шестой раунд. Начинается так же, как и все предыдущие. Абдулаев в атаке. Все удары идут в защиту. В опережение действует Котта. Видите, только... Проблема Абдулаева в том, что Котта, конечно, это уже далеко не тот Мигель Котта, который он победил в Сиднее на Олимпийских играх. У Котта на ринге были противники такого уровня, с которыми Абдулаев не встречался. А это колоссальная школа. И при этом надо признать, что в техническом плане, конечно, они выглядят просто великолепно. На уровне просто суперзвезд, на мой взгляд. Потому что в последнее время редко увидишь высокотехничный бой. Давайте вспомним бой Кости Дзю против Рики Хаттан. Это была суета, толкотня, сумбур. И посмотрите, как великолепно выглядят бойцы в первом раунде этого боя. Простойник в углу в Абдулаево. Ну вот, русский язык на арене Медисон Сквергарден. Язык международного общения. Второй раунд начинается с острого размена. Котто смещается, но постоянно рядом, тем не менее. Он просто меняет, как боксеры говорят, углы. Абдулаеву очень важно не пропустить. И он очень плотно закрыт. Но вот из этой закрытой стойки он здорово действует. Коротко, жестко, на взрыве. Именно он идет в среднюю дистанцию. А это любимая дистанция Мигеля Котта, кстати говоря. По звуку слышно, насколько тяжелый удар у Котта. Очень жестко и очень коротко действует Абдулаев. И Котта делает это еще жестче. В таком бою, в таком плотном, насыщенном боевыми действиями бою, любая, даже самая маленькая ошибка может дорого обойтись. Каждый контролирует противника, каждый действует в соответствии с положением. Здесь не может быть никакого автоматизма в действиях. Оба действуют просто блестяще. Ровно и ровно. Семь раз побеждал Мигеля Котта. Мигеля Котта нокаутом между третьим и шестым раундом. Ну, такие бойцы, как Котта, конечно, могут ударить на последней секунде 12-го раунда. Для молодого боксера просто удивительно расчетлив и хладнокров он меняет темп он действует от положения он может быть и таким реваншистом проиграв эпизод он обязательно вернет его конечно стихия его стихия это силовой бой вот такой мы сейчас наблюдаем с вами великолепная атака очень опасно будь перед ним кто-нибудь другой я думаю будет закончиться вот даже тут вблизи пытается выманить на себя соперника Абдулаев прекрасно это понимает заметили наверное что как только кто-то прячется за блоком Абдулаев не бьет мощно по защите легкий отвлекающий удар и потом взрыв он переносит огонь то вниз то вверх третий раунд заканчивается редко увидишь сейчас такой насыщенный бой пока что Абдулаев лидер он забрал а может быть кто-то ему отдал инициативу да как-то очень важно чтобы противник раскрылся не миро абсолютный чемпион конечно это выступление для мигеля кота очень важный во-первых дебют Мэдисон Сквергард это не шуточка это способ доказать возможность доказать что он принадлежит целой плеяде легендарных пуэрториканских бойцов Феликс Тринидад ну многих недаром Пуэрторика называют островом чемпионом вот и говорят нужно работать нужно больше делать в ринге а мне кажется его нельзя упрекнуть в пассивность у Потта шанс победить Абдулаева есть и многие уверены что он заключается только в победе нокаута но вот как раскрыть поэтому ход-то и кажется иногда временами пассив он тянет на себя противника выставляет его работу и появится неизвестный ой а ты о ок ты тур это и как что способен колоссальный потенциал все так же методично расчетливо, спокойно, без нервов действует Абдуллаев он сознательно идет на обострение потому что рассчитывает на то что на что рассчитывает Икота что противник подставится что называется зарядился на атаку Абдуллаев тот как тот со своей комбинацией он уходит из опасной зоны он успевает расслабиться вот там на дистанции очень свободно действует очень свободно действует с другой стороны а что же удивляться это было 5 лет назад Котто было тогда 18 лет а сейчас это зрелый боец пусти молодой на дистанции вот это делает все свободно очень раскованно он еще не включил свою максимальную скорость а вот Абдуллаев по моему избавляет обороты вот сейчас все ясно перелом наступил он может быть не так выражен не так заметен но явно наступил где там шишка поэтому ты так расставайся чтобы она очень большая не стала но мы 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 попал вот очень свободно в да похоже какое то повреждение Абдуллаев Думаю, что кто-то обязательно этот фактор использует. Это профессиональный бокс, а в ринге в этих боях не церемонятся. Все средства хороши. Никак не может так прочно запереть Котто в углу Абдуллаева. Практически все, что получалось у Абдуллаева, это благодаря тому, что Котто сам становился туда. Промах, промах и промах. Абдуллаев, наверное, попал в ловушку своего собственного ритма. Это повторяемость комбинаций, серий, позиций. Котто это использует очень здорово. Последняя минута седьмого раунда. Похоже, что Котто становится полным хозяином в ринге. И заметили? Все, что он делает, он делает практически в отступлении. Так вот, в длительную атаку он еще не перешел. Последние секунды. Абдуллаев никак не может подобраться. Да, однообразие это такой же враг боксера, как, собственно, и противник. Немирал, абсолютный чемпион.